всем привет с вами тома добро пожаловать в очередной крафт влог я еще не монтировала предыдущий который последний про подготовку к nightmare pony night и не знаю вашего ответа на вопрос хотите еще крафт влогов или не хотите но возможно я хочу их снимать поэтому я решила начать еще и следующий это уже будет просто по моим рабочим процессом просто я хочу показывать вам то чем занимаюсь и в этом видео мы посмотрим на остатки октябрьских заказов всю эту неделю которую я не монтировала предыдущий крафт влог после конвента да сегодня 7 ноября то есть я уже больше недели как приехала я занималась разбором все еще хвостов за октябрь ну и пару дней отдыхала потому что слишком переутомилась за время подготовки давайте покажу что лежит на столе здесь во первых я хотела вам показать свопки они печатались для конвента но я их забрала только на конвенте потому что я их заказывала в типографии ананас она только в москве собственно работает и доставляет только по москве большое спасибо на кискал которая помогла мне их забрать и принести на конвент своп карты это карточки для обмена между ну как правило художниками или крафтерами творцами на конвентах то есть все рисуют своих персонажей но в случае поняшек это пони персонажи случае там фуриков это фури персонажи вот и просто обмениваются друг с дружкой то есть это именно карточки персов не карточка художника да карточка его альтер эго ну или просто его персонажи вот у меня это inspiration она напечатана просто на мерцающем таком картоне искрящемся как это называется жемчужном вот не стала заморачиваться с голографией и прочим дешево сердито но симпатично вот и обратная сторона inspiration и нарожка которая талант который вдохновлять других уже сама не помню что написала я ее рисовала прям в последний момент перед конвентом поэтому вы не видели этого рисунка в крафт-флогах по подготовке и вообще не знала что у меня выйдет вот и да собственно хотела показать вам свопки других товарищей которых я несколько обменялась на конвенте по подарки с конвента их не очень много но они есть будет открытый пост на бусти я подсниму видео но она там будет совсем такое не очень большое скорее всего и она будет просто в открытом посте потом на бусти я оставлю где-нибудь на него ссылку в сообществе и тут под видео наверное потому что это видео и выйдет явно позже чем я на бусти выложу эти подарки в общем на канале не будет будет открытый пост на бусти сможете посмотреть там и так значит вот свопочки это карточки с персами и сзади про персонажа написано кстати я посмотрела что очень многие оставляют все-таки qr-коды я никаких ссылок на своих персонажей не оставляла точнее на свои ресурсы вот ну ладно кто-то вот укладывает в отдельные конвертики кто-то не укладывает я их просто вот прям на конвенте забрала мне даже еще не было возможности там края закруглить например хотя я думаю надо мне это или не надо в общем вот такие вот карточки персов интересная движуха она началась с художников где-то года полтора наверно назад ну и сейчас уже начало добираться и до броняшного сообщества и вот на пони конвенте уже появились карточки с поняшками и да кстати вот эти обменные карточки я еще наверное буду прикладывать каким-то объемным заказом которые у меня по крафту поступают и прочему то есть там как какой-то мелочевки прикладывать не буду потому что у меня их не так много а заказывать их еще раз будет проблематично потому что у нас просто на таком материале не печатают в смоленске вот из москвы ну можно конечно вот но лишний раз тоже напрягать людей не особо хочется поэтому буду прикладывать к заказам но к заказам более крупным и буду прикладывать к розыгрышам на бусте у меня раз в месяц на бусте проходят розыгрыш как правило либо игрушек либо мерча и вот к ним я тоже буду эти слабки прикладывать то есть короче достать можно будет не только на конвенте но не просто так а вот визиточки я просто так прикладываю ко всем заказам со своим автографом сзади еще наклеечку клею автограф да подписываю и тоже из ананаса мне партейку новых визиток допечатали потому что внезапно у меня закончились визитки которые печатала в начале года я думала мне на год хватит но нет спасибо вам большое за активность благодаря вам визитки закончились раньше срока и я напечатала еще так вот про розыгрыша собственно на бусте я провожу каждый месяц розыгрыш среди 2 и выше тиров подписчика как правило либо эта игрушка которую я вижу в этом месяце на стримах на стримы сейчас проходят кстати на трава если вам интересно с твича я пока ушла вот и я в течение месяца вяжу игрушку какую-то тематическую и ее в конце месяца или в начале следующего как ну скорее начале следующего разыгрываю вот либо это какой-то комплект мерча который над которым я сейчас работаю ну то есть что-то из того что я делаю вот это такая бонус я не знаю поощрялка ну и куда-то надо делать все эти игрушки которые я делаю вот и за октябрь несмотря на то что я готовилась к конвенту и вроде как можно было разыграть просто мерч с конвента я решила все-таки связать игрушку над хэллоуинскую тематику потому что к праздникам я все-таки люблю вязать что-то тематическое показалось у меня корзин мне не показалось у меня корзинка сломалась я даже стесняюсь спросить как такое могло получиться этим картинкам конечно миллиард лет я в шоке что их можно поломать оказывается так вот это котик точнее кошечка наверное в котелке там варится какое-то зеленое зелье также она держит тыковку тыковка пришита у нее есть шапочка которую можно при желании снять вот шапочка у нас с осенними листиками с помпончиком кстати помпончик я не знаю мне кажется на видео на фото он гораздо более ярко выглядит чем по отношению вот к этой зеленой пряжи в живую они примерно одного тона вот эта пряжа чуть-чуть не такая яркая как помпончик но на фото видео это разница гораздо больше чем в живую поэтому как-то прям кислотно выглядит хотя на самом деле нет вот и атласная ленточка ой фиолетовая просто ну такая милашная игрушка это конечно круг более крупная игрушка хотя я и более крупный тоже вязала вот но обычно я вижу что-нибудь чуть поменьше сейчас но и вот на такие большие иногда меня что-то подвигает остальные две игрушки это заказы точнее это один заказ там люди заказывали достаточно много мерча всякого и также две игрушки и сейчас я буду все это паковать потому что надо вот этих хвосты отправить там часть заказов ждали сводки вот а часть вот игрушки не довязаны лежали а значит это повтор курича его я как-то давно вязала я не помню в каком году двадцать первом двадцатом в общем такого петуха я уже вязала ну или курочку я не знаю ну какой-то петух но без сережек вот здесь но мы его зовем курич петуха петуха курица какой-то вот очень милашный он мне кажется вышел более пухлым чем первый но не менее милый можно его конечно чуть слух кожи то он будет не такой пухлый но он все равно расправляется и такой нет я слишком много ел на зиму в общем вот такая прелесть курочка ну или петушок вообще я его зовут петушком вот ну так то он курич а и также и повтор кексика radiant hope я ее вязала миллиард лет назад вместе с омброй и вот заказали он повтор я ее усовершенствовала в том плане что есть дело полноценный капюшон в прошлой версии капюшон был декоративный здесь же нормальный капюшон который можно надеть на коньку вот у нее был такой была накидка с капюшоном именно короче можно надеть а можно снять и вот так его подогнуть и собственно либо в корзинку вставить либо за корзинку ну в общем он и так и так и можно без хлеба вот крема тут уже нет потому что капюшон достаточно большой такой вот повтор кексика сейчас покажу вам как наверное пакую заказы а что еще покажу в ролике я честно говоря не знаю потому что я не знаю сколько я потом наболтаю на сниму и прочее работы еще очень много и остатки после конвента разгребать и уже новые какие-то штуки делать не сняла какие-то моменты вязания заказов потому что мне что-то вообще было не до этого и пойду я упаковать пока мне код 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 не делай ладно все я убежал и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова А.Кулакова Мятный флис Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну, грубо говоря, если китайский крючок стоит 70 рублей, то этот 770. Вот, в 10 раз дороже. Тоже на Вэлдберсе брала, тоже есть они на Озоне, и в магазинах по вязанию они есть. Раньше они стоили, конечно, дешевле, но я всегда думала, зачем? У меня хорошие китайские крючки. Но, к сожалению, время показало, что, ну, не все китайцы хорошие. К сожалению, там тоже, знаете, как-то бывают и хорошие крючки, а есть не очень хорошие крючки, в зависимости от того, на какого продавца вы попадете и прочее. Потому что я вот показываю вам свой старый крючок, вот этот зеленый китаец. Мне его, по-моему, Эдель еще дарила, не знаю, году в 18 или 19, не, наверное, в 19, ну, где-то давно. В общем, я им реально вяжу года 3 или 4, или 4, больше не может быть. Вот, и он прямо долго прожил, но он, видите, он уже вмялся вот здесь от пальца, и у него головка очень сильно ездит туда-сюда, постоянно выскальзывает. В общем, вязать им уже становится очень проблематично. И, вот видите, он туда-сюда вот так вот постоянно елозит, приходится поправлять. В общем, устала я, время отнимает все вот это вот. Плюс я уже тут чувствую железку, это тоже не очень комфортно. Я попробовала купить в местном крафтовом магазине аналогичного китайца, такой же китайской ноунейм-фирмы, не знаю, они, типа, все одинаковые. Но мне с ним не повезло в плане резины на ручке. Она клеится, она липкая становится. То есть я им немножко повязала. Вроде это двойка, да? В общем, она от пальцев, просто от того, что ты их трешь, она начинает реально липнуть. И, естественно, этим невозможно вязать. Я не знаю, видны вам следы на видео или нет. В общем, вот тут все пошло такими вот катышками, естественно, от пальцев, от, ну, какого-то там, чего-то там. В общем, вообще не очень. И я подумала, что надо что-то с этим делать, потому что этим крючком я вязать не могу просто. У меня также есть куча других крючков таких же, и с ними такой проблемы вроде не было. Вот у меня четверка, тройка, два с половиной. Они тоже все такие же китайцы, и даже вот эти я конкретно покупала в том же магазине, что и красный. Но либо я этими просто мало вяжу и пока не столкнулась с такой проблемой. Вот. Но этот прям супер потек как-то. Поэтому я решила, что если уж покупать еще одну двойку, то уже можно попробовать раскошелиться на какой-нибудь дорогой крючок. Ну как, он относительно дорогой. Дороже, чем эти. Я взяла модный японский крючок. Это линейка Clover Amour. Я пыталась подобрать максимально подходящее под то, чем я вязала раньше. То есть форм-фактору, чтобы... Потому что есть еще кловеры такие с коричневой ручкой soft-touch. Но меня там смущает эта большая ручка. А у Tulip тоже ручка более толстая. В общем, долго выбирала и решила, что буду брать максимально похожее на вот эти вот китайцев, чтобы не переучиваться держать крючок. Вот. И он, собственно, отличается формой вот здесь плоский низ, выпуклый вверх. Тогда как у китайцев одинаково, да. И вот я выдавила эту самую. Здесь, по идее, такого не должно быть. Пластик сам, конечно, более приятный, более качественный. Он такой, более бархатистый какой-то. Пока ничего не скользит, не клеится ничего такого. То есть все отлично по качеству. И сама головка более гладко есть. Это она отшлифованная, насколько я понимаю. Возможно, вы даже видите на видео разный цвет головки, да. Здесь более темная, здесь более светлая. Потому что здесь она более отшлифованная. И она очень плавно скользит по пряже. И прямо вязать очень классно. То есть, конечно, я не могу сказать, что этот крючок в 10 раз лучше, чем китайские вот эти товарищи, которыми я все эти годы вязала. Вот. Но однозначно лучше. То есть, я довольна, что я его купила. По мне он своих денег стоит. Буду работать им с большим удовольствием. Насчет, буду ли я покупать себе другие размеры этой марки, пока не знаю. Потому что другими я вяжу крайне мало. Вот. Основной ходовой у меня двойка. Им я вяжу почти все. Вот. И, ну вот, мне с китайцами не всегда повезло. Можете, кстати, написать, чем вы вяжете. Был ли у вас вот такой опыт печальный с китайцами, когда просто попадали на плохую резину в ручке. Вот. И им я уже связала с куталу поняшку. Вообще, это должен был быть брелочек. Это должен был быть брелочек. Я связала вот такую маленькую голову. Это должен был быть брелочек. Но у меня не получилось связать к ней маленькое тело. То есть, я попыталась вязать ножки. Но вот меньше, чем вот этот размер. Для того, чтобы сделать нужный объем задних ног. Ну, вот эту форму. В общем, у меня не вышло. Я не знаю. Я просто не могу еще меньше вязать. Я в миниатюру вообще никак. Поэтому, чтобы были более-менее анатомичные ножки, вот только вот что-то покрупнее у меня получилось. Для Чиби, возможно, я могла бы сделать чисто прямые ножки. Ну, вот символические. Ну, в общем, я связала большую. Заказчик еще не ответил. Я думаю, он не расстраивается, что у него будет не брелок, а полноценная игрушка. Вот. Я поэтому перевязывал ей голову в итоге. Можно, конечно, все еще прицепить сюда кольцо. Но он слишком крупный для кольца. Пока не прицеплялась. Посмотрю, что скажет заказчик. В общем, я надеюсь, он ставится просто как игрушку. Так. И скуд, соответственно, с крылышками, с прической, без метки попросили. Вот. У меня тут смешной гребень вот этот получился. Но проблема в том, что если делать его меньше, то вот тут стык не получится. Плавный. Потому что, видите, он стыкуется прям как раз, куда начинаются пики эти. И если пики делать ближе к голове, то он бы стыковался куда-то вот сюда, да, в середину пика. Но это было бы еще более странно, короче. А так у нас просто скуталупанк. Получилось. Хвостик ей тоже без пряди делала. Такой моно одной деталью, как и чубчик. Вот. И что, ротик я ей носик ничего не вышивала. Потому что, мне кажется, что в таких игрушках ротик делает их слишком комичными. Вот. Мне нравится просто без эмоций такой вот. Только черные глазки символические. Ну, просто я художник, я так вижу. Мне не хочется в этой игрушке вышивать какую-то мордочку. И... В общем... В общем, вот такая милашка получилась. И к ней я, кстати, еще делала дневничок из фетра. Вот. Тоже попросили книжечку. То есть, тут буквально два кусочка фетра сшитые. И можно ей вот так вот вапки вручить. Вот. А также из вязаных игрушек я сейчас еще начала дракончика за розыгрыш за ноябрь на Бусти. Это будет дракончик из игры Bubble Bobble. Один из... Я вам ставлю картинку. Или даже пару картинок. В общем, я вяжу того, который более современный. Который там картинка из издания на свече. Вот. И ставлю какую-нибудь в рейтера, чтобы вы понимали, что это старая игрушка. Она еще игрушка моего детства. Была на компьютере. Может быть, на приставках была неуверена. И... В общем, вяжу такого дракона. Ну, то есть, это типа... Это не дракон, это динозавр. Вот. Но я его типа как символ года, дракон, но он динозавр. Ну, в общем, пока только голова связана. Я его вяжу на стримах. В общем, буду продолжать. Так. И вместе со Скуталу я еще отправлю пачку мерча сейчас. И это будет последний мой хвост. Я смогу написать ребятам, которые в очереди по поводу следующей пачки заказов. Значит, тут, в принципе, мерч вы этот уже видели. Это я вам уже показывала в прошлых видео открытки. Брюки с мистем. Вот. И обычные закатные значки в типографии, которые печатаю. Тут, кстати, с моими рисунками некоторые есть. Которые я для этого человека рисую. Ну, в общем, тут просто значки. И также Скутса Свити. Любит человек Скуталу и Свити Бель. Вот. И с ними я ему сделала кастомный еще мерч. Значит, собственно, по брелочку. Брелочку. Ну, тоже там на... В нарезке вы видели, как я их делала. По брелочку. С разными сердечками. Не было у меня наклеек с сердечками одного размера. Нужных цветов. В общем, два таких сердечка. Два вот таких значка с переливашками. Вот. Ну, тут, в общем, подбирала вектор, чтобы сердечко было видно. Иначе теряется вся мысль. Вот. Ну, смешные такие получились. И также... Так, ну, значок Санса-то ему повторила. И тоже с моим рисунком. Я ему рисовала поняшку. Это типа ОС. Тоже с таким глиттерным фоном. Значок и брелочек. Вот. В общем, такой вот комплект мерча. И да, сейчас вот это все буду складывать в коробочку. И отцеловать. Вот. Значит, это были мои хвосты. Я надеюсь еще до Нового года, до конвентов, еще сделать пачку заказов к Новому году. Там немного, но, в общем, будет над чем поработать. И, собственно, подготовка к конвентам. На анимешный конвент. Пати. Вечеринку. Ну, она как бы мультифандомная, но анимешная, да. Я туда мало что буду делать, но что-то все-таки буду делать. Вот. И потом на уже московский бронеконвент. У меня, конечно, уже там масса планов. Но посмотрим, насколько я буду успевать их реализовывать. В любом случае, смотрите следующие крафт-логи, когда бы они там не вышли. Скорее всего, не скоро, но я буду все-таки снимать. И надеюсь, что вам было интересно посмотреть это видео. Да, кстати, остатки после ярмарки Nightmare Pony Night остались. Я попытаюсь их в ближайшее время выгрузить на сайт. Может быть, к Новому году вы что-то еще захочете. Захотите. Выкупить из этого, из остатков. Вот. Ну, в общем, обновляйте, проверяйте. Не знаю, когда я их добавлю. А, ну я, скорее всего, просто в сообществе на YouTube напишу запись, что сайт обновлен, можно посмотреть. Все, я ушла паковать опять посылки. Большое спасибо, что посмотрели это видео. С вами была Тома. Пока.